Итак, всем привет, с вами НТПГ, мы продолжаем играть за нашу прекрасную больную территорию Аделарда с нашим Лукой. Если вы еще вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь, а мы сейчас будем делать рейды и готовиться к обороне против Аквелии, и это непростая задача, поверьте мне. Нужно нам сейчас национализировать территорию, которую мы захватили, возможно вот этот вот поищебавщик взять, но я не уверен насчет него, потому что у нас времени-то не так много. Конечно же, основу у нас сейчас будут составлять рыцари, у нас не так мало на самом деле оружия готового, так что мы его будем выдавать, и ну как-то будем планировать вот тут оборону какую-то, посмотрим, поехали. И я вижу легкие танки вот здесь вот, поэтому нам нужно сделать ПВО, хоть сколько-то, но не уверен, что успеем фабрику построить, но я бы хотел, хотел бы еще и военные заводы, но скорее всего все фокусы мы не успеем сделать, по крайней мере самое важное. Так, нет газа на фото Кремьер, тут у нас какой-то ребенок спрашивает, чем мы отличаемся от босса прошлого этого. Говорю, что настоящий босс это боги, ну короче ясно, он тут ответственность своих плеч складывает, говорит, я вообще не бог, я так, чисто погулять зашел. Едем вот сюда, за 100 политкой и за национализацию территории, получим кучу мэнповера, немножко фабрик, в общем сможем жить. Так, в фестивале фехтеля, сжечь чучело, либо выглядит весело, выглядит весело. Потому что сейчас очень нужна политка, чтобы поставить сюда вот этого тела, школьного, и вот сюда вот этого, чтобы опять выжить. Сейчас у нас будет готов фокус, у нас 15 политки, нам нужно 25, чтобы начать рейд, готовить. Собим политку вот так вот, первое время, фокус не выбирая. И теперь делаем фокус, можем против Авиана, можем вот сюда, я бы все-таки в мафию, как и планировал. Так что готовим туда рейд, национализируем территорию теперь. Еще есть такой нюанс, что в лесу, если какие-то дивизии маленькие у нас, то лучше делать уже 14 ширины фронта. Так что сделаем так, и вот сюда потом еще добавим артиллерию, как сможем. Чтобы у нас, как бы, рыцари наши были чуть посильнее. Из вот этих дивизий, на самом деле, мы тоже можем сделать, в крайней мере, хотя бы из одной, да, рыцаря. Отлично, план пока что вроде неплох. Теперь нам нужно будет намного больше доп. оснащения, но появятся военные заводы после национализации, будут их делать. Классовое сотрудничество готово, 100 политки мы получили. Стратим это на максимум укрепленность, чтобы уже начать опыт, получать пассивный. Возможно, стоило сделать это пораньше. И я думаю, второй военный завод, наверное, все-таки вот сюда мы отправим. Купим какой-нибудь третьей стороны алюминий, чтобы производство не затухало. Я вот сейчас думаю, куда лучше пойти, нам бы просто, на самом деле, вот этот бафчик было бы хорошо получить. Но надо подумать. Вообще, вот здесь вот есть два военных завода, это укрепление в Игглтоне. Но вот здесь вот есть две рыцарские дивизии, и в принципе, на дистанции вот это намного сильнее, потому что здесь и ТНП, и фабрика, и популярность, и следование, там он, прирост населения. Давайте все-таки, я думаю, пойдем сюда. И вот сюда тоже здесь есть решение на конец Триархи. Это как будто что-то интересное. Можем начать рейд, поехали. Рейдфорсим мы в битву вовремя. И, я думаю, должны ее выиграть мы без проблем. Хотя там, конечно, река. Все-таки где-то они такую через реку. Наверное, стоит свои дивизии ставить. Блин, а где мы так будем не через реку? Такой вопрос. Вот отсюда. Правно, как-то битва идет. Где-то есть река, где-то нету. Ну ладно, в любом случае, где-то мы выиграли, сейчас получим, как говорится, хабар. И это еще плюс, очень важный для нас сейчас опыт, чтобы доделать наши дивизии. После нациализации мы, кстати, сразу получили кучу людских ресурсов. Давайте сразу не тормозить и делать из них дивизии, что нам нужно успеть их обучить. Здесь тоже делаем 14 ширины фронта. Упешный налет, куча добычи. Фабрику здесь заказываем. И в рыцари добавляем артиллерию. Теперь наши дивизии хотя бы глицолидны. Возможно, мы еще успеем один рейд сделать. Я думаю, это сделать вот сюда, либо на флагену, но походу надо вот сюда. Можно, конечно, попробовать еще другие страны, но тут по ощущениям... Вот, кстати, можно вот эту попробовать, фиотизию придануть. Либо аквелию, но аквелию, я не знаю, где это пройдет. Сейчас подумаем. Просто в теории можно инострану побольше. Видите, здесь дальше есть добыча. Достаточно много. Дальше, я думаю, вот сюда было бы неплохо пойти. Здесь политка и стабильность. Стабильность это еще политка и еще производство. Нам нужно успеть по максимуму доделать винтовок к честной войне. Готов еще один рейд. Вот если мы сделаем рейд на, допустим, аквелию, то где он будет? Хороший вопрос. Давайте все-таки попробуем. Будет он вот здесь вот через речку, господи. Ну, конечно, через речку. Давайте эти дивизии переместим сюда. А вот эти наши очень опытные дивизии... Куда-нибудь сюда. И вот... Блин, ну здесь нельзя атаковать без этой речки, к сожалению. Так что, да, раскидываем их как-то, но попробуем. Давайте вот так, можно. Получили мы пророка, если говоря, плюс численность войск на значение. В теории мы скоро... Ладно, ну через некоторое время сможем больше сделать дивизии. Пока что нет. И вот вопрос пойти вот сюда. И темпы исследования уменьшить либо вот сюда. И все-таки поделать эти фокусы. Есть вариант пойти вот сюда. Организацию получить. Либо танковые дивизии здесь, либо вообще... У нас тут вариантов много. И просто, если мы пойдем сюда, здесь две дивизии рыцарей. Давайте все-таки пойдем в две дивизии рыцарей. Мы их подкачали немножко. Стоит в них поверить. И у нас есть ПВО. Его бы еще в идеале построить. Но постараемся как-то. Так, время рейда. Я вижу там танковую дивизию, что меня очень напрягает. Но... Мы пируем и пьем. Глобаки отступили. Поехали еще одну фабрику заказывать. Вот так. Вот так вас. Надеюсь, они за суд решат нас после такого не нападать. Замечена комета. Жертвоприношение Мару. В нашем супер-религиозном государстве то, что надо. Так, а долгий день. В коне колонию. Или кого-то, но нам плевать. Мы делаем... Идем дальше. Идем в плюс одну фабрику. Мы реально достроим сейчас эту фабрику и получим еще одну фабрику. И начнем строить военные заводы. Конечно, экономика растет на глазах. Можно сделать еще один рейд. Кто меня более чем устраивает. Все такие шесть дивизий. Можно опять сделать рейд, кстати говоря, на нас вот туда. Но мне кажется, нам слишком повезло в тот раз. Давайте на фетизию попробуем. Посмотрим, как там что. Там есть последний короля штрома. А я вижу, что против нас делают КБ. Что меня, конечно, напрягает. Здесь ничего полезнее защиты я не вижу. Так что да, берем на оборону. Значит, что там у них один фокус до этого. Значит, мы успеем буквально частично сделать вот этот. Но я думаю, мы успеем, по крайней мере, рейд совершить. Оверрайд проходит вот здесь вот. Смотрите-ка. Кто меня устроит. Теперь делаем вот так вот даже быстрее. И начнем. Успешный налет сразу. Супер. Теперь на защиту. Кстати, скорее всего, он-то объявляет войну будет не только нам. А еще, смотрите-ка, Бомвара, Город Славян. То есть вот это вот в теории тоже будет ими захвачено. Значит, нам нужно реальности... ...проверить защитную линию как-то вот так. Минимум. Я думаю, пора прекращать тренировки. Нам нужно укрепляться как можно больше и как можно быстрее, конечно же. У нас укрепления не слабые. Еще сейчас будут исследованы саперы. И лучше на пехотное стережение, что у нас еще плюс статов. Против танков статов, к сожалению, нет. Танки, скорее всего, и будут у нас самым страшным нашим противником. Сделать, пожалуй, вот так, чтобы быстрее допустить вот это. Думаю я, об этом до конца или нет. Вообще нет. Надо уже деплойить и надо уже сейчас им всем укрепленность получать. Начинается война. Как я и говорил, да, они, видите, нападают еще вот на эти две страны. Значит, нам сейчас надо... Думать о всех этих территориях. Но в целом, смотрите-ка. Одну оставим. Вроде выдерживаем мы. Самое страшное это танк, но он атакует здесь через речку, в леса, и в общем-то они наносят нам урона. Прекрасно. Самое худшее место, чтобы атаковать танку, это вот здесь. Если бы хоть это здесь атаковал, было бы намного страшнее. Идем в рыцари полнительных. Так, еще мы получим военобязанное население, что тоже очень хорошо. Нам монпавр лишней не бывает. И мы здесь держали натиск. Конечно, только пока сейчас отсюда еще придут дополнительные силы. Но и у нас здесь тоже есть какие-то силы. Можем потихоньку пытаться что-то дополнительное обучать. В принципе, польза, конечно же, будет. Кстати говоря, рейд начать готовить. Но пока нет. Кстати, если бы мы могли в одном альянсе быть, то есть, наверное, я мог сюда зайти. Я вообще сюда могу все еще зайти, если попросить проход. Я не хочу. И да, две девизии есть. Теперь давайте срочно рашим промку. Рыцари здесь ветеранские. Это вам не шутки. Тут, конечно, они на сверх лимита, так что мы не сможем их никак поменять. С ней арту даже и добавить. Все еще по два рыцаря. Все еще две дивизии даже, как минимум, я так вам скажу. Еще и ветеранские, так что очень даже неплохие. Наша оборона сейчас с ними хорошо усилится. Смотрите, благодаря тому, что мы не забоялись инвестировать в фабрики, у нас сейчас девять фабрик одновременно что-то строят. Единственное, чего мы очень боимся, это вот этого. Да, империя грифонов. Нам нужно побежать Аквелию как можно быстрее. Но пока мы могли бы только, наверное, обороняться. Но вот она закончит здесь и, наверное, пойдет в нас. Надо, конечно, победить. А вот и наступление. Ну, красный пока пишется. На самом деле, чуть ситуация получше. Да, вот видите, зеленый может начинает светиться. Еще и перебрасываем сюда дивизию. Вообще станет все получше. Но наступать мы пока точно не можем. Однозначно. Но при этом продолжаем обучать дивизии. У нас как бы пока питва не ведутся. У нас готовятся дополнительные винтовки. И винтовки в итоге доходят до... Отлично. Мы могли бы даже в скором времени лопаты добавить. Я думаю, в каких-то рыцарей наших нормальных. Вот этих. Можно добавить, я думаю, уже. Ну да. Еще и форсированная атака. Ух, этот у нас отлично. Мы сейчас у них очень много ресурсов выбьем. Да, конечно, и сами тоже получим немало урона. У меня прекрасно наступательные. И вот, к сожалению, танки здесь все-таки пробились под форсированные атаки. Танки, да. Все-таки могут сделать делов. Ну. Еще стоим во броне. Потому что ресурсов мы выбиваем очень много. Если посмотреть особенно на технику. Да. Пехотка улетает просто колоссальными веслами. Верим в то, что... Когда-нибудь все закончится. Люди, допустим, там уже потихоньку заканчиваются. И на западе можем переходить с реального атака, как я и говорил. Стараемся мы опять с каких-то казуальных вайпов. В теории должно ослабить нагрузку с востока, потому что что-то будет переходить на запад. Но идем в прорыв. Кстати говоря, по-моему, Вара хочет отдать финтовки. Да, давайте. Почему? Давайте я скажу еще одну дивизию, чтобы вы думали, что у меня прям действительный. Ну и вот, по ощущению, не две. К сожалению, всего лишь одна дивизия вайпнута. Это хорошее начало. Где-то мы можем их отбросить обратно за речку. И это хорошее тоже для нас новости. Я говорил, да. У них начинают растягиваться. Здесь становится опаснее. Но мы что-то вайпаем. А это всегда очень хорошо для нас. Немножко сокращаем обратно фронт. Можем дать им обратно зайти даже. Я бы хотел очень вот этот танк разбить как-то. Я думаю, что нам нужно прорваться где-то здесь. Запушить сюда фронт. И потом постараться форсировать вот эту речку как-то может вот так. Сейчас попробуем. Нужно сейчас концентрирование СК и окружить его. Окруженный танк уже можно и как-то будет и победить. Оставляем танк сразу до убитых участвовать. Устанавливаем наступление дальше. И потихоньку-потихоньку справляемся. Здесь же они, кстати, не возвращаются в территории. Это нормально. Я пока не исследую доктрину, потому что у нас только приличная база. Так сказать, база слабенькая пока же. Наша база еще не базированная. Качать пока что невыгодно техе. Ну, доктрины. И слушайте, здесь у них танк стал на подкрепление. Плохие новости, но это еще не стал. У нас еще есть здесь варианты, что сделать. И пока что, слушайте, выходит вроде солидно. Можем уже здесь нажимать на них. Да, и мы смогли как минимум блокировать эти дивизии. Скорее всего, сейчас их разобьем. Как я говорил, окруженные даже танки сдаются. Это здесь и происходит. Вайп еще трех дивизий. Отлично. И наша промка здесь вот раскачивается солидно. Смотрите, 13 фабрик уже, 7 военных заводов. Скорее будем самыми развитыми здесь. У нас может еще кто-то и нефть покупает. Но, к сожалению, нет. Нефти у нас много. Но, к сожалению, в этом мире нефти у всех много. Поэтому, как бы да, все и покупают. Я вижу здесь еще одну дивизию, которую можно будет подрезать. Я ее постараюсь подрезать. Даже две, наверное. Хотя, как минимум, точно одну уже. Сейчас эти две тоже подбиваем. Аквелия тает на глазах. Мы потеряли на данный момент все еще 40 тысяч. Немало. Немало. Очень немало. Что поделать? Надо вот эти дивизии распустить, потому что нужно пополнять ходах. И у нас тут появляются еще новые дивизии. Верно. И вот этому парню мы их припал в ручку. Я верю, надеюсь, что это парень. По юной вернул, как говорится. Здесь теперь политка. Можем что-то взять. И берем, конечно, военную экономику. Чтобы увеличить нашу подстройку. Как бы строим мы солидно. Борсированная атака. На ней мы сейчас тоже заставим. Очень немало силов. Но все-таки вот эти ребята капитулировали. Я не скажу, что это плохо для нас. Это вполне себе нормально для нас. Потому что мы сейчас сможем... Так, а можно вы... Пайпнуть, может, еще по приколу. Давайте без приколов. Мы бы эту провинцию не захватили. Это может сказаться очень плохо на том, как будет рассчитываться. Но нет. Так, все нормально. Отправим сюда, здесь. Войдем дополнительные войска. Здесь у нас пытаются окружить техник. Пробиться мы. Отправимся. Это все еще пока без доктрин. В общем-то, отлично. Смотрите-ка, Флавена еще активизировалась. Тоже помогает нам. Неплохо так. Оперировались. Я думаю, сможем в планете добить этой дивизии. Да? Разберем. Мы там еще физи. Пускай, ребят, вращаться сюда. Парень уже стал экспертом по пехоте. Команда еще точнее. Папаем ему. У нас есть смело атака здесь. Так что... Пить побольше он, наверное, певцов и золотал. Я вижу, где можно прорваться. Значит, мы там будем сейчас прорваться. Я вижу, что есть танк, который пытается к нам пройти. Нужно его подблокировать, как можем. И сейчас тоже вайпнуть. Вот таким вот нехитрым способом. Танк готов. И по ощущению, это был последний танк. По-моему, танков больше нету. А что значит, что... Мы победили почти что? А, ладно, я вижу еще один танк. Это-то точно должно быть последним, я надеюсь. Под дивизию файкнуто. Можем отрезать эти. Еще одно окружение. Возможно. Верно, я справимся. Еще как раз-таки танковая дивизия. Опять-таки. Сейчас будет окружение. Они попадаются, думаю, так вот, да. Есть окружение. Тут есть окружение. 206 тысяч потери уже. Тем временем, перегрифон. Смотрите, как она большая. Ну, слушайте, шутки, шутки. Мы не такие маленькие. Хотя мэнпавер у нас 0. И внубарде тут большая. Нам нужно срочно увеличиться. Если бы я не построил фабрики, мы бы были еще в более худшей ситуации. Сейчас хотя бы у нас фабрики есть. Но нам нужно сейчас прорываться в туза. Как я могу сказать. Стараться вайпнуть еще вот эти дивизии. И потом уже пушить до конца. Еще я сейчас буду стараться обрезать им ЖД. Да, дивизия сейчас обрежет ЖД, и потом пойдет сюда. ЖД тоже будет не так просто. Ну и мы идем уже за их победными точками. Армии там почти нет. Вот здесь вот осталась часть. И очевидно, вот здесь вот тоже некоторая часть все еще сопротивляется. И будет сопротивляться некоторое время. А мы тут почти закончили наши промышленные фокусы. И я бы, наверное, постарался сейчас по минимуму свайпать уже. Потому что мы в состоянии кое-как сдержаться. Можем добавить мы также ПВО скоро и Саперки. С Велопала надо пойти рашить победные поинты все. Чтобы они капнули. Здесь, как я и говорил, перекрыты. Так что у них в теории должны быть проблемы. Но по факту мы видим, что их нет. Надо вот это еще перерезать. Так-то точно ПВО отключится. Конец в целом нормально. Капитулировать пора. Пора бы. После этого мы еще придаем возьмем. Еще вот сюда. В теории должен быть камп. Здесь, видите, да, снабжение обрезано. Думаю, они вообще сейчас много чего не сделают. Аквелия. Успешно капитулировала. И еще за ней сдалась. И вот страна стружится. Как там тебя Мэрланд? Пора забирать то, что мы заслужили. Скорее всего, кстати говоря, получим все. Я не вижу флот, что меня немножко огорчает. Собрали все. Повара, конечно, нет. Но у нас разблокируется верховная прелатура Аквелия. И мы еще промокусы, говоря, таким образом обнимем. Но сначала... Да, блин. Сначала ячейка. Ну да, сначала ячейка все-таки. Готовимся защищаться от перегрифонов. Потому что, скорее всего, это будет нашим следующим противником. Ну и мы еще поделаем рейды, потому что у нас все еще доступны рейды. Ну это все, ребят, следующая серия. С вами был Допгай. Мы очень хорошо повоевали. Победили против соперника намного сильнее нас. И впереди еще один такой же. Хотя мы уже та маленькая, так сказать, Аделартия, что была раньше. Так что, наставляйте лайки. Подписывайтесь, если вдруг не подписаны. Комментарии. Товарищи, как обычно. И до скорых встреч. Пока.